Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И сегодня мы обсудим мою книгу, которая называется «Забыть всех». Это философский трактат, который находится в третьей октограмме. Ну, то есть это третья книга, третья октограмма. Так, книжка называется «Забыть всех». Ну, то есть мы будем разбирать здесь каноны философии забвения. Да. Забыть всех – это отсылка к известному тексту Бодрияра, который называется «Забыть Фуко». Ну, действительно интересно. Забыть Фуко. Чем же так один Фуко выделился, что именно его мы должны забыть? Только его, только вот это вот Фуко. Я задумался. Ведь, по сути же, философия забвения, она очень важна. Дело в том, что именно благодаря забвению, именно благодаря тому, что мысли предыдущих мыслителей нами забываются, мы можем создавать новые мысли, новые концепты. Нет, не подумайте, что вы создаете концепты таким образом, что вы читаете, читаете, очень много читаете, и потом только уже, в общем-то, создаете новые концепции. Нет. Нет, такое очень редко бывает, и очень редко такие концепции бывают по-настоящему новыми. Более того, философия забвения позволяет как бы абстрагироваться от опыта всей европейской культуры, всей восточной культуры, да вообще любой культуры, которая только может быть. И только в состоянии забвения можно как-то пытаться оценивать эту культуру. Ну, то есть, это как бы способ отдалиться от культуры, перестать быть ее частью. И вот как раз благодаря этому и достигается способность оценивать эту культуру со стороны. А-а-а, да. Так вот, философия забвения. Поочередно забываются практически все мыслители, политические деятели и многие интересные персонажи, включая религиозных деятелей Будды там, например, все вот они поочередно забываются. Да, но для начала, конечно же, нужно их узнать. Да, многим людям еще нужно узнать про этих известных великих персонажей, поэтому, да, сначала необходимо с ними, конечно же, ознакомиться желательно. Начнем с того, что все может быть забыто. Любая философия, любое произведение искусства, любое научное достижение. Нет ничего незыблемого, нет ничего, в общем-то, того, от чего нельзя отказаться. Простите. Вот. Абсолютно всего можно отказаться, абсолютно все можно забыть. И необходимо представлять мир таким, каким он мог бы быть, если бы это открытие не было сделано, например. Что бы мы делали, если бы не было Гегеля? Следовательно, если бы не было Гегеля, не было бы и Маркса. И что тогда вообще делать? Куда бы философия направилась без них? Это хорошие вопросы, на самом деле. Потому что они, во-первых, попытаются попасть в цель того, что есть философия на самом деле. А не в том, чем является философия с точки зрения истории философии. Потому что для истории философии вот у нас есть определенный поток мыслителей, и в их рамках она вся разбирается. Но понятно же, что это не есть философия. Так вот, допустим, если бы Гомер погиб раньше времени и не написал Илиаду и Одиссею, что бы тогда было, да? Как бы культура, в общем-то, приспособилась? Мы должны уметь об этом размышлять, потому что в этом, собственно, и заключается философия, в том числе философия возможного. И от этого надо абстрагироваться, и, значит, надо забыть Гомера. Его произведения могли бы быть уничтожены, кстати. Он мог бы написать эти произведения, ну, то есть он погиб недостаточно рада, но он при этом их написал, но какие-нибудь дурачки бы их уничтожили, например. Или, например, он бы их написал, произведения бы не уничтожили, но при этом он не стал бы популярным настолько на весь мир, на всю Грецию. И его произведения все равно тогда бы до нас не дошли. Что тогда? Что тогда? Что ж тогда? Да, то есть философия забвения, она в том числе базируется на философии, так скажем, сослагательного наклонения, то есть философии возможного. И это очень важно. Да. То есть нам необходимо уметь представлять себе мир без определенных деятелей. Что могло бы быть с историей науки, если бы не появился Дарвин, например? Вопрос, да, тут еще очень важный. Действительно ли Дарвин предложил абсолютно истинную теорию эволюции? Ну, конечно, уже сейчас нет, потом появились у него последователи, которые сформулировали более совершенную теорию эволюции. Ну, неважно, неважно, здесь неважно. Но просто без Дарвина, без вот этого звена в цепи, в общем-то, концепции, что бы тогда было? Смогли бы ученые открыть эволюцию без Дарвина? Это очень хороший вопрос, потому что Дарвин все-таки существовал, был и сделал свои важные предположения. И дело не только в Дарвине, дело в Платоне, Марсе, Гегеле, Хайдегере, Ницше, вообще в любых мыслителях, ученых, деятелях искусства, вообще кого только здесь можно не взять. И любой значительный человек, который хоть как-то повлиял на мир, он может быть забыт. И для чего это нужно? Это нужно для очищения. Для очищения нашего разума, для очищения нашего сознания от всевозможных предрассудков. От предрассудков, то есть то, что находится перед рассуждением. Все теории, включая научные и философские теории, это все предрассудки, поскольку они чаще всего находятся перед рассуждениями, и уже потом мы начинаем какие-то рассуждения делать на их базе. Ну, например, теория эволюции берется в качестве фундамента и никем не оспаривается. Ну, из ученых, по крайней мере, многих философов, ну, просто вот она есть и отлично. И как бы это уже не оспаривается, не осмысляется, не переосмысляется, и это очень мощный предрассудок, который влияет на мышление человека. Причем под предрассудком не понимается что-то ошибочное априори, это просто то, что находится перед рассуждением у любого человека. Это не обязательно ошибка. Ну, то есть, например, можно иметь какой-нибудь правильный предрассудок, например, 2 плюс 2, 4, но доказать человек это не может. Значит, у него это предрассудок, по сути. А положение истинное, но оно находится перед рассуждением. Почему 2 плюс 2, 4? Да потому что училка в школе так сказала. И этого, в принципе, для человека было бы достаточно. И это определенно очень яркий пример и веры религиозной, одновременно и предрассудка на базе истинного суждения. А хоть и в рамках математики. Ну, можно вообще еще поспорить о том, являются ли математические суждения истинными, но это потом. Это не здесь. Главная цель очищения. Очищение нам нужно для более чистого мышления, и в том числе для развития абсолютного скептицизма и для развития понимания, поскольку без очищения мы не можем спуститься на тот уровень, с которого все учения будут, в принципе, равны. А если мы не очистимся от логики, если мы не очистимся от математических догм, если мы не очистимся от всяких рациональных догм европейской культуры, если мы не очистимся от практических догм буддийской культуры, мы с большим трудом будем оценивать чужие достижения, чужие, в общем-то, мнения, и без такого рода очищения, ну, в общем-то, ничего не получится. Понимание просто не выйдет, потому что наши предрассудки будут мешать нам понимать мнение других людей. Вот. Очищение, с одной стороны, как практическая цель понимания, это одна из ступеней, одной из средств, которые необходимо выполнить на пути к пониманию, и в том числе и к сомнению. А с другой стороны, просто очищение довольно-таки полезно, да. Оно помогает что-то переосмыслить и уже на базе полной очищенности, например, создать какое-нибудь свое учение. Почему бы и нет? Вариантов очень много из того, что можно сделать с очищением. И в том числе это очищение, оно ведет к независимости. К независимости от культуры, к независимости от всех предмыслителей прошлого, к независимости от науки и так далее, так далее, так далее. И освобождению, соответственно. Хоть и концепция освобождения догматична, хоть и, в общем-то, освобождение это такой религиозный больше концепт, но мы давайте здесь примем такую вот немножко символическую форму освобождения, то есть освобождение от догматизма. То есть такое положение вещей, а когда человек может не иметь, в принципе, убеждений каких-либо. Вот такого рода освобождения мы здесь понимаем. Мы понимаем вообще под свободой что-то стратное. Да. Но для того, чтобы как бы обосновать забвение, нужно апеллировать к возможности, случайности, актуальности. Я это постоянно делаю в различных своих произведениях, в том числе на видео. А возможно это то, что превалирует в ортодексологии. Ну то есть да, изучение возможного очень и очень важно. А возможно на протяжении всей истории недооценивалось, а его ценность принижалась даже теми, кто работал над ним. Аристотель и Либнец это только верхушка айсберга. Ну и по сути Аристотель в свое время сказал, что наука не занимается случайным и возможным. Она занимается только необходимым. Ну и из этого как бы и пошло, что ученые, философы к возможному относятся довольно-таки отрицательно. То есть актуальное в истории философии практически всегда побеждало над возможным. Но осмысление возможного, ну как сам Аристотель и провел тоже осмысление возможного, и Либнец проводил осмысление возможного, это один из фундаментальных вопросов философии. Так вот, забвение базируется на возможности того, что мир, так скажем, рандомен. То есть могут появляться те или иные его элементы, те или иные, в общем-то, события, которых, в общем-то, не было никогда в жизни. Ну, например, если мы перезапустим историю с самого начала, скорее всего она сложится по-другому. А люди, которые думают, что она сложится абсолютно так же, скорее всего будут неправы. Ну, конечно, может быть, все работает по каким-то определенным законам. Может быть, эти законы настолько незыблемы и вечны, что, ну, в общем-то, ничто не может их поколебать. Но для этого нам надо переместиться в прошлое с помощью машины времени, которой у нас как бы нет, и попробовать это проверить. Да, скорее всего, ну, не получится у людей это проверить, потому что этих законов, этих необходимостей исторических, ну, просто-напросто не существует. И именно поэтому, именно из этого допущения следует, что забвение все-таки нам тоже в том числе нужно. Так, забвение и сомнения связаны определенно, забвение и критика связаны. Да-да-да, да-да-да-да. Ну, теперь давайте перейдем непосредственно к главам. Здесь много дополнительного материала, который мог бы пригодиться, но все это... Ну, вот, опять же, важный тезис. Методология забвения, то есть рассмотрение явления в качестве моды. Что есть мода? Мода это не фэшн, это не там, где люди ходят на подиуме, нет. А мода это повторяемость. То есть здесь мы берем математический термин мода. Что является модным? То, что повторяется. Например, платонизм. Почему он был модным? Потому что колоссальное количество мыслителей Древней Греции, в общем-то, верили в то, что платонизм является релевантным. Мы, в общем-то, были платониками, работали в платонической парадигме. Некоторые из них делали просто невероятные открытия в области математики на базе этой платонической парадигмы. В общем, все равно это мода. Да. И она заключается преимущественно в повторяемости. И повторяемость в данном случае не цепляется к какой-то доказательности, истинности, правоте. Нет. Это просто критерий распространенности того или иного учения, того или иного подхода, той или иной религии. Например, наука крайне модное явление, потому что оно очень сильно распространено в мире. Наукой занимаются миллионы людей в качестве профессиональных деятелей, то есть ученых. Люди со степенями. Люди, которые, в принципе, более-менее плюс-минус разбираются в частных методах своих наук. Вот таких людей миллионы. А еще, наверное, несколько миллиардов людей, которые являются адептами науки среди обывателей, не понимают большинство научных, в общем-то, позиций, положений. Ну, адепты обычно, они такие бывают, они мало чего понимают. Это просто вообще мода. Это прям вот вообще настолько мода, насколько только что-то может быть модным и в самом уничижительном смысле. Да. То есть среди адептов это распространяется чисто вот в таком виде прям вот вообще мода. Там, не знаю, Сникерс или Марс. То же самое. Там наука или религия. Для обывателя вот одно и то же. Вот прям вот вообще этот выбор равносилен для них получается. В том смысле, что они оба равно не доказаны, и обыватель не понимает основ ни религии, ни науки. И вообще довольно-таки слаб. Так. Так-так-так-так. Так-так-так-так. Когда же уже закончится первый раздел? Да, все это повторяется. Забыть греческих философов. Кого же мы вообще попытались забыть в этой книге? Мне на самом деле очень интересно. Я давно эту книжку не открывал. Да. Забыть? Фалеса? Очевидно, первый философ, которого необходимо забыть, это Фалес, основатель философии. Что было бы без Фалеса? Вот тут, кстати, интересно, что мы сначала рассматриваем личность в данной книге, потом учения и взгляды идут, потом его влияние, то есть вот такой небольшой пересказ, небольшая история о том, что этот человек сделал. Потом все переходит к случайности. Это в каждой главе, посвященной тому или иному человеку, будет так, случайность. А вдруг оказалось, что Фалес – это фигура случайная. Ничего себе, да? Вроде бы Фалеса могло бы и не быть. Могло бы и не быть человека, который сказал, что все есть вода. Как было сказано выше, он мог бы не создать своего учения по ряду причин. Уже причины были обозначены в начале введения. Да, и основная проблема заключается в том, что вся натуральная философия, то есть вся элементарная физика, вся химия, вся натуральная философия античности и вся натуральная философия, в общем-то, любого другого времени в рамках вот европейского дискурса, она основывается на Фалесе. Это первый мыслитель, который сформулировал натурфилософскую концепцию в истории философии. Что было бы, если бы вот этого дядьки не было? Интересно, очень интересно, очень интересно, смогли бы ученые добраться до бозона Хиггса и вообще размышлять на эту тему, но был бы вообще актуален этот разговор о бозонах или не бозонах, потому что элементы этого мира и осмысление этих элементов именно в парадигме натуральной философии античности, оно свойственно европейской науке до сих пор. Что было бы, по сути, если бы не Фалес? Очень интересно. Следующий пункт, по которому рассматривается каждый мыслитель, это догма. Ну, на самом деле, да, все есть вода, но, очевидно, это довольно-таки странная догма. Как бы Фалес не пытался доказать это положение, ну, в лучшем случае он мог найти какие-нибудь мистические доказательства. Да, утверждение довольно странное. Тем более, эта вода, она еще и одушевленная, оказывается, это живая вода, это не просто какая-то там водичка H2O, нет, это живая определенно вода. И, скорее всего, под водой подразумевается не то, чтобы вот это вот H2O, что в океанах, там, не знаю, что в озерах, нет. Скорее всего, подразумевается просто некая жидкость, какое-нибудь абсолютное метафизическое жидкое состояние, при этом одухотворенное, но имеющее определенные качества жидкости. Как бы вот так, наверное, это можно было бы выразить, интерпретировать эту концепцию. Но, конечно же, доказательств даже вот в такой формулировке, которую, ну, наверное, даже до сих пор можно было бы применять в физике. Ну, то есть, а что в физике? Что сегодня в физике применяется? Например, есть такая вот теория, согласно которой все состоит из струн. А, да. Почему бы метафору струн не заменить на метафору жидкости или метафору воды? И, допустим, вот этот вот мир, который является самым мельчайшим из возможных, который возможно только представить, состоит из вот такой вот метафизической, такой вот даже одухотворенной, на самом деле, не важно, одухотворена она или нет, потому что ученые не смогут доказать обратного воды. Ну, то есть, концепцию Фалеса можно привести к данным современной физики, ну, не то чтобы совсем без проблем, но если бы у него были ученики до сих пор, они бы смогли это сделать. Так вот. Но в любом случае это является догмой. Да. Вот. В том числе Фалес формулировал догму, согласно которой существенным вопросом науки и философии является вопрос о том, из чего все состоит. Это причем вот вообще фундаментальная такая догма, которая не подвергается сомнению и физиками, и философами. Зачем вообще об этом думать? Вопрос такой, да, зачем об этом думать? Не догматично ли вообще направлять свою мысль на это? Интересно. А кто сформировал интерес? Не культура ли? Не Фалес ли? То есть, догматичные вопросы — это тоже своеобразные догмы, и поэтому их надо забыть. Да, кстати, есть еще одна догма. Догма о том, что Фалес является первым среди философов. Ну, это, скорее всего, просто греки придумали. А, да, напомню, что Диоген Лаэрский в своем тексте о житии, в общем-то, философов расписал отлично, какие были мыслители в Финикии, какие мыслители были в Египте, а потом сказал, да нет, это не были мыслители, а вот первым мыслителем был древний грек, замечательный, потрясающий, могучий Фалес. Все. Больше нигде мыслителей не было. Греция изобрела философию. Ну, Греция самая лучшая, в общем-то, территория на всей планете, все вокруг варвары, греки молодцы. Отличная аргументация, Диоген, спасибо тебе большое. В общем, скорее всего, это тоже догма, что Фалес является первым среди философов, и это очень часто воспроизводят, вообще-то, в вузах довольно-таки грамотные специалисты и в истории философии, и просто по философии. Печально, это печально, честно говоря, что многие так считают, базируясь на мнении Диогена Лаэрского, но, ну, это тоже догма. Да. Так, так, так. Также догмы в этой книге разбираются, и действительно все довольно-таки здесь сложно. Потом разбирается, почему текст Фалеса, вообще представление о Фалесе, это мода. Потом они критикуются. Потом, да, критика проводится. Потом определенные сомнения проводятся. Ну, а вдруг, а вдруг, вдруг все-таки, ну, это нельзя подвергнуть это учение радикально, с одной стороны, критике, а с другой стороны, нельзя в него все-таки все-таки поверить. Потом мы берем последний пункт, альтернативная реальность, к чему мы и приходим. Представим себе мир без Фалеса. Это и есть философия забвения. Представим себе мир без Фалеса, представим, что его никогда не было. Представим, что никто никогда не говорил, что все есть вода. Допустим, никто не считал, что материя может быть одушевленной, но Фалеса не было. Так что, что могло получиться в греческой культуре? И в конце получаем уже следующую ступень очищения. Забудем его, чтобы очиститься от его значимости и влияния. Все, мы прошли. Прошли немного из истории Фалеса, узнали о нем достаточно много, поразмышляли о том, каков же Фалес был на самом деле, а потом забыли. Забыли, очистились, представили, что его могло бы и не быть на самом деле. И в итоге оказывается, что да, да, что бы человечество делало без Фалеса? Что-то бы делало, мыслители бы другие бы появились, скорее всего. Совершенно другая философия была бы, и это было бы очень интересно. А, Парменид. Забыть Парменида. С Парменидом мы проходим по той же самой, в общем-то, схеме. Забыть Гераклита. Всех основных мыслителей забываем поочередно, и это тоже, по-моему, замечательно. Гераклит с его диалектикой замечательной и потрясающей. Гераклит с учением об огне. Гераклит с его догмой о, в общем-то, Нусе. Так, стоп, у него не Нус, у него Логос, да. Про Логос его, Логос с его огнем, вот этим вот, с его постоянным вечным возвращением. Все, забыли. Следующий, очень важный мыслитель, которого просто необходимо забыть, это, конечно же, Сократ. Это, безусловно, Сократ со всеми его догмами, с его маевтикой и с прочими-прочими элементами его замечательного учения. Забыли. Ведь Сократ невероятно моден. Он действительно, он не то чтобы гениальный мыслитель, потому что текстов он не оставил. Мы не имеем возможности прочитать и убедиться в том, что он был гениальным мыслителем. Мы воспринимаем гениальность Сократа со слов Платона, со слов Аристотеля, со слов других греческих мыслителей. А поэтому, ну, Сократ это чисто модная, популярная, такая распиаренная среди философов фигура. И забытие вот этого модного персонажа тоже нужно и важно. Тем более, Сократ, Платон и Аристотель, вот эти вот персонажи Платон и платоники, и перипатетики, и Аристотель, тоже мы их всех будем забывать, они создали одну из самых влиятельных философских тенденций за всю историю человечества, наверное. Из этой тенденции, с одной стороны, появились некоторые аспекты христианства, если не все христианство. С другой стороны, из этих философских школ так или иначе тоже появилась в том числе и наука. И, в принципе, это очень великолепные достижения для философии. Причем именно их имена, Аристотель, Платон и Сократ, именно их имеет смысл связывать с возникновением научного метода. Именно Платон способствовал популяризации математики, именно Аристотель способствовал популяризации логики, и в том числе периодически включал в свои трактаты некие наблюдения, например, у него есть трактат о животных. И все это как бы тесно связано. Все это тесно связано, и в итоге они породили тенденцию, просто невероятную, замечательную, сложную тенденцию, которая в итоге вылилась в науку. Забыть их в рамках данного текста очень важно, потому что это очень популярные, очень модные и невероятно влиятельные, колоссально влиятельные персонажи. Забыть плотины и неоплатоников безусловно. Вот они, неоплатоники, перечислены из разных школ. Их всех забудем. Забудем. Многие о них и не знали. Начнем с того, что многие о них и не знали, да? Но забудем о них, забудем. До свидания, Плотин. До свидания, Пифагор. Мы о Пифагоре тоже хотели бы позабыть с его математикой. Забыть Гиппократа. Гиппократ тоже, с одной стороны, греческий философ, с другой стороны, известный греческий эмпирик и врач. Потрясающий тоже человек. До свидания, мы о тебе забыли. Эпикура забыть крайне важно. Забываются все мыслители, и даже забыть секста эмпирика. А лучше еще Перона. Забыть обязательно Перона и всех его последователей. Энис Эдема, Агриппу и секста эмпирика тоже забыть. Моего любимого секста эмпирика, которого я невероятно уважаю. Но это философия забвения. В рамках философии забвения забываются все мыслители. И путь начинается с самого начала. Именно с философии забвения должно начинаться, по-моему, становление любого философа. Сначала настоящего философа, который занимается продуктивным мышлением. И, в общем-то, только так можно начать мыслить с самого начала. Забыть софистов обязательно нужно забыть софистов. Безусловно, нужно забыть софистов. Дальше мы забываем, конечно же, индийских философов. Индийские философы. Многие из них также были невероятно популярны. Многие намного популярнее Платона. Намного популярнее Аристотеля. Например, тот же Будда. Будда, прости, мы тебя забудем. Учение взгляда здесь его разбирается. Во-первых, это учение четырех благородных истинных. Известное учение причинозависимого происхождения. Доктрина Анатмавады. Буддисты признают учение мгновенности. Ну, в общем-то, вот здесь перечислены банальные аспекты буддизма, которые, в принципе, и так всем известны. И которые многими буддистами, кстати, тоже подвергаются сомнению. И, может быть, даже забвению. Буддизм в этом смысле интересное учение. А влияние буддизм оказал на многие индийские религиозные учения. Например, на Адвайта Веданту оказал громадное влияние. И на многие другие учения, в том числе с помощью своих практик. Также и на западную философию, что тут довольно-таки тоже просто подтвердить. Шопенгаур, Ницше, Хайдеггер нередко либо в своих текстах, либо в письмах пишут о буддизме. И это вполне тоже адекватно. Но при этом необходимо не забывать о том, что Будда случайен. Буддисты, конечно, так не считают. Но большинство моих зрителей, я полагаю, не буддисты. Его могло бы и не быть. Все его достижения могли бы не стать достоянием общества. Что тогда с этим делать? Как жить в мире, в котором нет Будды? В котором никогда не было Будды? Если убрать буддизм из мировой истории, то изменится почти вся восточная философия. Начиная с Индии и заканчивая с Китаем. Напомню, что буддисты-то все-таки проникли в Китай в свое время. И там очень так хорошо обосновались. И философия китайская претерпела большие изменения благодаря буддистам. А если бы их не было? Ну, скорее всего, китайская философия продолжила бы развиваться в стандартном русле. Ну, то есть в русле ста школ, конфуцианство, даосизм. Они как бы победили все прочие школы. Конфуцианство и даосизм остались бы, получается, в Китае вдвоем. Такая вот сладкая парочка. Где конфуцианская философия занимается, вероятно, по преимуществу только политической и этической деятельностью. А даосская философия, наоборот, пытается уйти от этой деятельности. В общем-то, обосноваться в некой безопасности. Не нести никакой пользы и бездействовать. При этом уверяя, что мир это дао. Предлагая определенную невероятную такую метафизическую концепцию пути, всемирного пути. Да. И тогда бы китайская философия, наверное, раза в два-три обеднела бы, если бы в ней не было буддизма. От Будды следует очиститься. Очищаемся от Будды, от Нагарджуны и его последователя тоже очищаемся, от Асангу и Васубанху тоже последователей Будды мы очищаемся, до свидания, Будда. От Джины Махавиры тоже очищаемся, основатель джайнизма, я про него немножко вроде рассказывал, да? Да, рассказывал в лекциях. Забыть Шанкару, основатель Адвайта Веданта, один из знаменитейших философов Индии. Тоже до свидания, мы забываем о тебе. Патанджали, человек, написавший Йога Сутры, да, между прочим, человек, который написал один из важных текстов, важнейших текстов в индийской культуре. Патанджали, ты тоже подвергнешься забвению, к сожалению, мы о тебе забываем в процессе этой книги. Также забываются китайские философы, величайшие Лао Цзи, Джуан Цзи, Конфуций следующий, безусловно, Конфуций тоже забывается. Мо Цзи, забыть легистов, легисты забываются. Гуаньчжун, Шаньяншин, Бухай, Вэй, Ляо Цзи и Ханьфэй Цзи тоже забываются. До свидания, до свидания. Мы просто представляем, что у вас не существовало никогда, ни в китайской культуре, ни в культурах вообще, ни в одной из культур. Забываем школу имен, Дэн Си, Хуэй Ши, Гунь Сунь Лун, ну и все, мы не помним эти имена даже, не помним, о что говорили эти прекрасные персонажи. Далее, далее мы приступаем к забвению философии нового времени, когда, в общем-то, миру был дан совершенно новый глоток. Новый глоток свежих мыслей по сравнению с тем, что было в христианстве. Мы забываем Бекона с его индуктивным методом и с его эмпирическим подходом. Мы забываем Кортезия, потому что это тоже очень невероятно модный персонаж, можно сказать, основатель рационализма в Европе. И мы забываем о рационализме, мы забываем о Кортезии, мы забываем об его учении, мы очущаемся от него, забываем Спинозу. Это невероятно популярный нидерландский философ-рационалист. Лебница забываем. Как видите, уже в тексте там становится все короче и короче, потому что раскрывать одно и то же много раз нет смысла. Забываем Юма. Юма, по сути, произвел революцию, еще одну философию, которую потом еще крепче утвердил Эммануил Кант. И, конечно же, после Юма мы забываем Лока, и уже потом мы забываем Эммануила Канта. Эммануил Кант, один из самых известных немецких философов, один из самых главных немецких философов, создатель критики чистого разума, критики практического разума, критики способности суждения. Мы забываем Канта. И только так может происходить забвение. Мы представляем, что Канта никогда не было. Его картезианский переворот никогда не существовал. Кант никогда не подвергал критике разум. Представьте, что этого не было. Кант говорит, что после его критики все метафизики, все философы должны учитывать эту критику. Нет. Все, мы забыли о Канте. А что мир делал до Канта? Что мир делал без Канта? Мир неплохо существовал без Канта. Умножались учения, и это было довольно интересно. Все это сомнительно. И альтернативная реальность, реальность без Канта могла бы не возникнуть. Вообще вся последующая известная история, философия, которая возникла, она во многом базируется на Канте. Вплоть до Ницше, так скажем. Мыслители от Канта до Ницше почти все ссылаются на Канта. И это практически правило. Гегель ссылается на Канта. Ну, если ладно, ладно. Марксисты, может быть, не так часто ссылаются на Канта, но они ссылаются на Гегеля. Очень часто ссылаются на Гегеля. Ну, то есть, получается, что Кант очень популярен. И если мы уберем Канта, мы уберем всех его последователей. Мы уберем Фихте. После Фихте мы убираем Шеллинга и Гегеля. После Гегеля мы убираем Маркса и Энгельса. И Фирбах тоже как бы... И Фирбах как бы там тоже уходит. Интересно. И, кстати, мы Гегеля тоже забываем. Почему бы не забыть Гегеля? Маркса и Энгельса... С ними забываем. Логично. Но и сейчас самое главное. Мы забываем Миле, Витгенштейна и аналитических философов. Аналитической философии, допустим, тоже не существовало. Что было бы тогда? Что было бы без Миле? Что было бы без Рассела? Что было бы без Витгенштейна? Интересно. Причем мы должны представлять это сразу с нескольких сторон. А вдруг философии аналитиков не было бы... И философии Аристотеля тоже. Либо осталась философия Аристотеля, но при этом не было бы философии вот этих вот потрясающих аналитических философов. И так далее, так далее, так далее. Забыть Киркегура и экзистенциалистов. Тоже почему бы и нет. Экзистенциализма сколько тысячелетий не было. И вдруг он появился. Решили вдруг, да, заряться экзистенциализмом. Нет, все, забыли. Очистились. Забыть Шопенгаура, Штырнера и Ницше. Этих замечательных персонажей мы тоже забываем. Забыть Хайдегера. Вот такая философия забвений. И самое главное, мы забываем постмодернистов. Да, в том числе автора текста забыть Фуко. Бодрияр, мы тебя тоже забыли. Твоя забывчивость вернулась к тебе. Ого, ого-го, ничего себе, какой трюк. В итоге мы забываем Шадова. Хотя многие о нем не знают и даже не помнили. Вот такой вот интересный текст. На мой взгляд, да. Текст крайне практический. Текст содержит в себе, в общем-то, фундамент ортодоксологии. Это интересный текст. Это текст философский, определённый. Это текст, который поможет многим стать философами, если они захотят это делать. То есть настоящими философами, людьми, выдвигающими концепты. Философ это человек, который начинает путь своего мышления с самого начала. Но для того, чтобы начать этот путь с самого начала, нужно отринуть всю историю философии. Философии практически. То есть нужно не быть уже таким вот догматичным, начитанным человеком, который знает уже очень многое. Такому человеку, у которого, в общем-то, на душе лежит громадный книжный груз из огромного количества всевозможных мыслителей, такому человеку трудно придумать что-то новое. Трудно мыслить с самого начала. Трудно отвечать на вопросы так, как следовало бы отвечать, если бы он делал это честно. На него уже оказано влияние. Влияние ученых, влияние других философов, влияние религиозных деятелей. И когда он пытается отвечать на любые вопросы, в том числе философские, он отвечает не философски. Он не ищет новые ответы. Он сохраняет старые, он апеллирует к старым, он защищает старые. В самом лучшем случае он создает некое эклектическое учение, которое содержит в себе элементы тех или иных концепций. Но это все еще не самая фундаментальная, не самая базовая функция продуктивной философии, продуктивной мысли. И только благодаря забвению, такому систематическому забвению, человек практически наверняка может выйти в область, где он окажется в чистом пространстве. А в совершенно чистом пространстве, не привязанном никакой, в общем-то, догматике, никаким предрассудкам, никаким другим учениям и никаким модам. И только в таком состоянии человек может, с одной стороны, стать скептиком, настоящим скептиком, а с другой стороны, стать настоящим продуктивно мыслящим философом. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.